МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После отечественной войны нашему земляку Николаю Александровичу Карпову исполнилось 95 лет. Осенью 1943 года Николаю Карпову исполнилось 17, и сразу же он был призван в армию. После ускоренного курса минного дела с использованием служебных собак его в составе учебно-боевого батальона отправили под Псков. Там он получил боевое крещение. На минном поле впервые разминировал более 80 мин. За участие в трех разведоперациях, в ходе которых он разминировал на нейтральной полосе 250 мин, Николай Карпов был награжден медалью «За отвагу» – первой наградой. Их у фронтовика немало. В год 95-летия список наград ветерана пополнился. Решением главы города Твери он награжден памятным знаком во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Губернатор Тверской области наградил Карпова нагрудным знаком во благо земли Тверской. В день рождения юбиляр получил поздравительные телеграммы президент Российской Федерации Владимира Путина и губернатор Тверской области, а также многочисленные поздравления от родных и близких, друзей и товарищей. Игорь Михайлович Руденя в телефонном разговоре с Николаем Александровичем, выразив сожаление, что в условиях коронавирусной инфекции не смог лично поздравить юбиляра, пожелал ему здоровья и благополучия. Заместитель главы города Людмила Хоменко вручила Николаю Александровичу поздравительный адрес от главы города Твери Александра Огонькова. Для жителей Твери, говорится в приветственном адресе, вы олицетворяете легендарное поколение победителей. Ваша жизнь – пример настоящего подвига, стойкости и самоотверженности, пример для нескольких поколений тверичей. Мы рады, что вы и сегодня в строю. Разрешите мне вручить этот знак. Вот. Поздравляю. К этой награде юбиляра представил Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, возглавляемый генерал-майором Генрихом Ивановичем Левковичем. Для юбиляра было дорого поздравление главы Островского района Псковской области. В 1944 году красноармеец Карпов участвовал в штурмах города Остров, потом эстонского Тарту, боев за освобождение латвийской столицы Риги. Когда мы обратились к губернатору области о награждении Николая Александровича, соответственно, наградой, мы подчеркнули, и он как-то тоже подчеркнул о том, что боевых наград у него много. Не говорим, что достаточно этого. Это еще и надо продолжать. А орден, которым мы его хотим наградить, то же правительство области, он носит как военное направленность, так и гражданскую, и гуманитарную направленность. И губернатор принял такое решение. За значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотического и нравственного воспитания молодежи в Тверской области, наградить знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской Карпова Николая Александровича, члена Тверской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. В настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. Выручаем вам само распоряжение. Николай Александрович, ну давайте на стол. И получается вот награда во благо земли Тверской. Дорогие жители города Тверской. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья в жизни и всего вам доброго, благополучия людей. Берегите нашу великую Родину. Защищайте ее от всех недругов. Будьте счастливы и достоины нашей великой России. В составе парадного батальона Центральной военно-технической школы дрессировщиков Красной Армии Николай Карпов прошел по брусчатке Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, став участником исторического парада победы. Редактор субтитров А.Семкин По сей день он остается бессменным председателем Тверской ассоциации участников этого исторического события. Среди многих наград Николая Александровича особо дорогий ему орден Отечественной войны и медаль за отвагу. Он гордится знаками «Отличный минер» и ветеран 146-й стрелковой дивизии. В конце 1944 года Николая Карпова отправили в Москву продолжать учебу, а его родная дивизия с боями дошла до Берлина и закончила свой боевой путь на Александрплац в километре от Рейхстага. В роду Николая Александровича много защитников Отечества. Дед Иван сражался на фронтах Первой мировой войны, в рядах Преображенского полка. Отец – участник финской кампании. В первый же день Великой Отечественной пошел на фронт. В Белоруссии под Кричевом попал в плен, погиб в 41-м в Бухенвальде. Два брата на фронте пропали без вести. Третий – тяжело ранен под Сталинградом. Стали кадровыми военными сын и внук юбиляра. Сын – Александр Николаевич Карпов, генерал-лейтенант, доктор наук, профессор. Выйдя на пенсию, я задумался над той проблемой, которая звучит следующим образом – о роли личности в истории. И в частности, о той роли, которую папа сыграл в истории нашей страны. Несколько книг получилось. Ну вот это вот, я бы сказал, конечное в двух частях, которое описывает бывший путь того соединения, где он прослужил 7 фронтовых месяцев. Дивизия начала свой путь в Подмосковье и закончила в Берлине на Александр-Плаце, скажем, в 900 метрах от Рейхстага. Каждый решали свои задачи, в том числе и мой отец. О нем услышали, можно еще и почитать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова